Продолжение следует... Кубернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты областной думы, уважаемые жители Тульской области. Мы встречаемся с вами в преддверии Нового года. В эти декабрьские дни мы все с вами традиционно подводим итоги. Личные, профессиональные. И, конечно, строим планы на будущее. Поэтому сегодня мы говорим о наших общих с вами итогах и о наших дальнейших с вами планов. О том, с чем наша область завершила 2016 год и чего мы все ждем с новым, с наступающим 2017. Полная статистика по результатам будет готова, как обычно, в первом квартале следующего года. Но, однако, в целом нам с вами картина ясна. Итак, если взглянуть широко, то уходящий год для региона был, очевидно, нерядовым. Последствия кризисных явлений мировой экономики до сих пор сказываются на жизни наших граждан, на состоянии наших предприятий. По ряду показателей у нас позитивные тенденции. Например, по индексу промышленного производства за 11 месяцев рост составил 8,7%. По итогам трех кварталов мы на шестом месте в Центральном федеральном округе по темпам роста среднемесячной заработной платы. Она выросла почти на 6% и составила 28 400 рублей. За этот же период объем инвестиций в основной капитал превысил 60 миллиардов рублей. Учитывая потенциал нашей области, эти и другие показатели, они достаточно скромны, и мы это с вами все прекрасно понимаем. Принцип «не хуже других» для нас с вами неприемлем. Мы не можем довольствоваться тем, что в отличие от многих не ушли в минус. Хочу подчеркнуть, говоря о потенциале региона, имея в виду не только производство, главное здесь люди. А люди у нас здесь особые. Они и работать умеют, и через сердце, через душу болеют за дело, за Тульскую область. Достаточно вспомнить, как готовилась программа социально-экономического развития. Мы готовили ее вместе с жителями, поэтому она получилась достаточно объективной, реалистичной. И мы с вами обязаны эту программу выполнить. Да и голосовали люди на прошедших выборах, по большому счету, за эту программу, за ее реализацию. Они доверили нам свои надежды, судьбу своих детей, своих внуков. И, на мой взгляд, большего стимула для упорной, кропотливой работы у нас нет и не должно быть. Спасибо. Стабильность ситуации в области в первую очередь зависит от состояния ее бюджета, от проводимой бюджетной политики, которая у нас, я считаю, последовательно взвешена. Один из важных результатов такого курса – невысокий экономически безопасный уровень долговой нагрузки. По этому показателю мы в пятерке наиболее успешных регионов в Центральном федеральном округе. Более того, мы вправе говорить об эффективном управлении государственным долгом. Принципы нашей бюджетной политики – это долгосрочная сбалансированность и финансовая устойчивость бюджетной системы. Накопление и рациональное использование нашего внутреннего резерва, он у нас с вами есть. Я сегодня прошу правительству руководствоваться этими принципами и дальше в своей работе. Также отмечу, что брать займы стоит только для создания заделов на будущее, а фактически уровень долга надо сохранить в текущих пределах. Следующая важная задача, на которую хочу обратить внимание – это улучшение делового климата и привлечение в регион новых инвестиций. В этом году у нас исключительно высокие позиции по инвестиционному климату. Мы в четвертой стране. В области в числе первых в регионе в стране был создан проектный офис и внедрен региональный инвестиционный стандарт. Это существенно облегчило инвесторам приход и работу в нашу область. Мы не останавливаемся в решении задач устранения административных барьеров и улучшения качества деловой среды. Тем более в области на сегодня создана эффективная законодательная база и адекватная система гарантий и преференций для компаний-инвесторов. Накоплен огромный опыт. У нас с вами уже учатся другие регионы, например, по программе «Народный бюджет». Тульская область в числе первых, кто ее внедрил. Эта практика была признана одной из лучших агентств стратегических инициатив. И это не один пример. Отдельное достижение 2016 года – это создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «узловая». Проекты трех первых инвесторов стартуют уже в следующем году. В перспективе мы рассчитываем на появление здесь более полутора тысяч новых рабочих мест. Надо активнее привлекать и искать инвесторов, новых резидентов. Информировать потенциальных инвесторов о том, что «узловой» для них создаются и будут созданы все условия для развития бизнеса. Федеральное законодательство дает регионам широкие полномочия по установлению налоговых преференций. И мы используем их в полном объеме. Оценивать сформированную нами систему помощи пока рано, но уже умалчивать о тех первых результатах тоже неверно. Казалось бы, что такое прирост новых субъектов малого и среднего бизнеса за 9 месяцев на 6%? Цифра небольшая, но что за этим стоит? Это три тысячи новых предприятий, которые создают новые рабочие места и платят налоги. В 2017 году ставка будет создана на развитие инновационного потенциала в этой сфере. Средства на создание регионального инжинирингового центра в бюджете области уже предусмотрены. Работать он будет по двум направлениям. Развивать инновационный потенциал молодежи и обеспечивать поддержку экспорта. Прошу правительства подойти к реализации этих проектов предельно ответственно. Поставить галочку и забыть не выйдет. Эта инфраструктура, и мы все с вами прекрасно понимаем, нужна области. И формируется она в том числе в рамках нашей программы, наших обещаний предоставить тульским предпринимателям новые возможности. Активнее надо входить в федеральные программы поддержки предпринимательства. Особенно в много городах, которые требуют дополнительных систем мер поддержки для развития. А также полноценно задействовать механизмы государственного частного партнерства. Хочу напомнить, что все мероприятия, которые мы заложили в программу развития, требуют достаточно больших, значительных ресурсов. И этот инструмент позволит привлекать частные инвестиции в решение социально важных, социально значимых задач, которые стоят перед нашей областью. У нас с вами их немало. И самое главное, решение этих задач ждут наши с вами люди. Уважаемые коллеги, Тульская область – оружейная столица России. Глава государства не раз говорил, что будущее оборонной промышленности в увеличении доли производства высокотехнологичной гражданской продукции, ориентированной на потребности передовых, на укоемких отраслей, в развитии производства продукции двойного назначения, в доказавшей свою эффективность практики взаимного обмена технологиями между гражданской и военными отраслями. Поручаю правительству совместно с предприятиями разработать план продвижения гражданской продукции на российские и международные рынки. Инструменты для этого созданы. Это тот же Фонд развития промышленности. Региональный экспортный центр. Кроме того, прошу уделить особое внимание выстраиванию коопераций между промышленными предприятиями нашего региона. Это важно не только для нашей области, это важно для страны в целом. В настоящее время практически все отрасли промышленности региона показывают опережающие темпы роста. Не скрою, что ради сохранения стабильной работы предприятий многие решения приходилось, да и приходится решать в ручном режиме. Удалось наладить эффективное взаимодействие с такими ведомствами и министерствами, как Министерство обороны, Министерство экономического развития, Министерство промышленности, с такими крупными корпорациями, как Роснефть, Российские железные дороги, Ростех, Газпром и многих других. Был принят новый закон о промышленной политике Тульской области. Благодаря ему в 2017 году в регионе будут созданы условия для реализации специальных инвестиционных программ. Это продолжит политику привлечения инвесторов в область, расширит список предоставляемых преференций. Кроме того, был создан фонд развития промышленности. Это позволит предприятиям на льготных условиях получить длинные деньги на расширение и модернизацию производства. Теперь надо, чтобы этот механизм эффективно заработал, чтобы приоритетные для региона отрасли, такие как химия, металлургия, станкостроение, получили целевое финансирование. И тогда та новая индустриализация, про которую мы говорим, и которая прописана на нашей программе, станет реальностью. Уважаемые коллеги, отмечу, что наряду с промышленностью большой вклад в развитие экономического потенциала области вносит, конечно, сельское хозяйство. У нас достойные показатели по растеневодству и значительные мощности по переработке сельхозстырья. Есть позитивная динамика в животноводческой отрасли, которая для нас с вами остается приоритетной. Тоже птицей мы с вами обеспечиваем полностью сами себя. Все больше фермерских хозяйств, новых проектов ВПК на 30 миллиардов рублей. Ну, все равно нам есть куда стремиться, есть куда развиваться. Конечно, прежде всего, это конкурентоспособная продукция и по цене, и по качеству, и по ассортименту. Здесь можно говорить о кооперации сельхозпроизводителей. Преимущество такого подхода в объединении усилий и мощностей с целью совместного выхода на рынки. Прошу правительства подготовить план конкретных мер по развитию этого направления. Кроме того, этот год нам показал, что надо снижать зависимость от погодных условий. В этом году мы собрали рекордный урожай за последние 20 лет. А качество из-за непогоды, увы, не самое высокое. Да и цена тоже. В этой связи поручаю правительству принять меры по укреплению материально-технической базы сельского хозяйства. Далее хотел бы остановиться на наиболее близких, чувствительных темах. В нашей программе есть такое направление «Достойная жизнь на малой родине». Качество жизни – понятие достаточно емкое, многогранное. Это и комфортное жилье, и профессиональная востребовательность, дороги, ЖКХ, образование, медицина, новые облики наших городов и поселков. Без повышения качества жизни мы никогда не решим демографическую проблему. Да, смертность сокращается. Но, как и в целом в России, ключевой задачей для нас остается поддержка рождаемости. Поручаю правительству разработать план мероприятий по стимулированию первых рождений. Активнее разрабатывать проекты по укреплению института семьи и продвижению семейных ценностей. Качество жизни – это, в первую очередь, здоровье наших граждан. Необходимо уделять внимание развитию первичной медицинской помощи. Говорю о расширении сети фестерско-акушерских пунктов. Ну, справедливости ради сказать, что их строительство уже не велось несколько лет, а в 2017 году у нас уже будет новых 10 ФАПов с современным оборудованием и, самое главное, с высококлассными специалистами. Спасибо. Надо существенно повышать доступность медицинской помощи на местах. Мы обновляем парк автомобилей скорой помощи. В этом году заменили 65 автомобилей скорой помощи. В следующем закупим 5 телемедицинских комплексов. Доступная медицина – это приоритет. И это не пустые слова. И еще, немножко о печальном. Если пациенту грубят, держат ее в очередях, станет ли он от этого здоровее? Здоровее? Конечно, нет. Необходимо совершенствовать систему электронной записи. Внимательнее, этичнее относиться к каждому пациенту. В наших поликлиниках до сих пор есть большие очереди. А очередей за здоровьем быть не должно. В этой сфере надо наводить порядок. В 2016 году нам удалось войти в федеральную андресную инвест-программу по строительству двух новых корпусов детской областной клинической больницы. Кроме того, мы начали заявочную кампанию по включению в эту программу строительства областного перинатального центра. И надо во что бы то ни стало ту возможность, которая у нас появилась, реализовать. Коллеги, нам эти объекты нужны. И я прошу вас предельно четко выполнять все обязательства по проведению работ на всех этапах и надлежащим образом. Поручаю правительству разработать дорожную карту и строго ее придерживаться. Ну и все же давайте обсудим и вспомним, что здоровье каждого из нас зависит не только от медицины. Это неоспоримый факт. Мы сами о себе тоже должны заботиться. Прежде всего через профилактику заболеваний, здоровый, активный образ жизни и, конечно, спорт. Важнейшей задачей здесь развитие спорта массового, физической культуры, в самом широком смысле слова, для всех социальных, профессиональных и возрастных групп. Неотъемлемой частью качества жизни является уровень социальной помощи. Начнем с того, что она должна быть в первую очередь адресной. И отвечать реальным потребностям. Прошу правительства проработать возможность расширения набора социальных услуг. В том числе через привлечение некоммерческих организаций. Кстати, об этом в своем послании говорил и наш глава государства. Социально ориентированные некоммерческие организации могут заняться, например, вопросами реабилитации, оказаниями моральной, человеческой поддержки одиноким людям, особенно пожилым инвалидам. Кроме того, надо задействовать волонтеров. У нас очень много людей, готовых заняться этой работой. И мы просто обязаны дать им возможность реализовать все свои благородные стремления. Тем более, бескорыстно помогать это в наших с вами российских традициях. Так было в Царской России, так было в Советском Союзе. И есть такие люди в наше время. И их достаточно много. У нас уже работает движение «Школьники в помощь ветеранам». По сути, это те же тимуровцы. И сейчас мы вполне можем привлекать к этой работе ребят из наших молодежных патриотических объединений. В нашей области их достаточно. Детей из российского движения «Школьников», новое движение «Юно-армейцы». Есть еще одно важное направление для реализации общественной инициативы. Это экология. Это серьезная составляющая качества нашей с вами жизни, наших людей. Особенно для нашего региона одно из самых индустриальных в Центральной России. 2017 год объявлен президентом Годом Экологии. Он призван решать две равнозначные задачи. Первая – это стимулировать предприятия на использование передовых, так называемых «зеленых» технологий. Минимизировать вред, который они наносят окружающей среде. И вторая, но не по значимости – сформировать в обществе экологическую культуру. Как говорится, чисто не там, где метод убирает, чисто там, где не мусорит. У нас есть ряд мероприятий, которые запланированы в том числе в рамках общероссийской программы «Года экология». Это проекты по ликвидации в области накопленного экологического ущерба, который достался области по наследству еще с далеких советских времен. Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения. Речь, в частности, идет о большом участке засеченного леса в черте Большой Тулы на границе с Щекинским районом, который получит природоохранный статус. На что хочу обратить особое внимание, так это на вовлечение мероприятия «Года экологии» наших с вами жителей. Начиная с традиционных субботников на придомовых территориях, в наших парках, в наших школах и заканчивая большими экологическими вахтами с участием все тех же волонтеров. Поручаю правительству совместно с независимыми экологическими организациями и общественностью разработать экологическую карту Тульской области, чтобы люди точно знали, какая у нас реальная с вами экологическая обстановка. Поручаю уже в 2017 году приступить к рекультивации свалок и, кроме того, наконец, решить проблему в Киреевском районе по проблемам ртутных отходов. Уважаемые коллеги, самореализация человека немыслимо без достойной работы. Ситуация на рынке труда Тульской области, можно сказать, стабильная. Вместе с тем, вопросы занятости остаются под нашим пристальным, под нашим постоянным контролем. Молодежи, молодым семьям всегда непросто начинать взрослую жизнь. Трудоустройство и жилье – две основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться им в начале своего жизненного пути. Именно на их решения должны быть направлены поддержка как и на федеральном, так и на нашем с вами региональном уровне. Особое внимание прошу уделять трудоустройству лиц с ограниченными возможностями. Хотя, правильнее будет сказать, с особыми потребностями. Сейчас в области обеспечена работой каждый третий человек трудоспособного возраста. К 2018 году их должно стать не менее 40%. Причем нужно не только создать рабочее место. Установленные квоты в целом решают этот вопрос. Задача – обеспечить доступность, обустроенность таких рабочих мест. И здесь я обращаюсь не только к правительству, но и к работодателям. В первую очередь, руководителям крупных промышленных предприятий, которые я вижу находятся в этом зале, и которые меня слышат и видят. В государственном учреждении найдите этих людей, пойдите им навстречу, услышите их. Эти люди умеют работать, они умеют преодолевать трудности. Они достойны самого глубокого уважения и восхищения. Задача – обеспечение доступной среды. Я хочу сказать, что возможности, возвращаясь к этому, возможности этих людей, еще раз повторяю, заслуживают уважения. И возможности их духа безграничны. Посмотрите на наших ребят, тех же слэш-хоккеистов из Ладоги, Тропика, спортсменов из Дубинского интерната, простых любителей спорта. Они показывают высокие результаты, и они действительно заслуживают большое уважение и восхищение. Задача обеспечения доступной среды актуальна и для нашего жилищно-коммунального хозяйства. Отрас требует колоссальных инвестиций. Напомню, что Тульская область в числе первых начала внедрять механизм концессии для обслуживания и модернизации коммунальной инфраструктуры. Этот механизм весьма эффективен для привлечения в ЖКХ частных инвесторов и в целом помогает навести порядок в управлении имуществом жилищного сектора. В 2016 году было заключено 4 конституционных соглашения на сумму около 400 миллионов рублей. В 2017 планируем заключить еще 6 стоимостью свыше миллиарда рублей. Еще хотелось бы отметить позитивные результаты внедрения рейтинга управляющих компаний. Рынок этих услуг стал прозрачнее, а контроль со стороны надзорных органов строже. Кроме того, повысилась осведомленность собственных жилья. Люди стали лучше ориентироваться на рынки, отказываться от услуг недобросовестных компаний. Они, к сожалению, в нашей области есть. В следующем году пойдем дальше. Прошу правительства разработать и утвердить региональный стандарт жилищно-коммунальных услуг. Капитальный ремонт. Вопрос, который волнует большинство жителей области. Но не только в нашей области, он стоит остро и на уровне всей России. Объемы работ по программе 2016 года должны быть выполнены. Рассчитываю, что правительство обеспечит сохранение взятого темпа и повышение качества ремонта работы. Напоминаю, что в 2017 году мы обязаны завершить программу расселения аварийного жилья. Более того, вне зависимости, будет продолжена федеральная программа или нет, на уровне области мы эту работу не должны прекращать. И мы ее не прекратим. Уже в ближайшие месяцы правительству предстоит разработать механизмы переселения после 2017 года. И завершая, так сказать, квартирный вопрос, несколько слов о газификации региона. Мы в числе первых субъектов страны заключили с Газпромом соглашение о реализации программы газификации до 2020 года. И уровень обеспеченности газом в Тульской области выше, чем в среднем по Центральному федеральному округу. На повестке дня газификация сельских населенных пунктов. В том числе тех, проекты которых прошли госэкспертизу до 1 августа 2014 года, но не попали в программу. Люди деньги заплатили, и немалые, а газа нет. Это несправедливо. Поручаю Минстрою решить этот вопрос в первую очередь. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры – это тоже качество жизни. По ремонту федеральных и региональных дорог ситуация в области, в принципе, улучшается. В 2016 году было отремонтировано 353 километра дороги регионального значения. Это на 60 километров больше, чем годом ранее. Теперь нам предстоит всерьез увеличить объем работы по муниципальным дорогам. У нас в программе развития предусмотрены два крупных дорожно-транспортных проекта. Один из них – строительство дороги, которое соединит две федеральные трассы – М2 и М4. Поручаю правительству в 2017 году подготовить всю необходимую документацию, привлечь инвестора и начать реализацию этого проекта. Второй, не менее важный проект – это строительство восточного обхода Тула через Мост-Упу. Поручаю правительству в 2017 году подготовить проектно-транспортную документацию одновременно с решением всех имущественных вопросов, которые на сегодняшний день имеют место быть. Дорогие друзья, особое место в жизни нашей области, в жизни каждого человека, занимает культура. И я убежден, что эта сфера не может развиваться по остаточному принципу. Не случайно культура заняла одно из центральных, особых мест в программе развития региона. Богатейший культурный потенциал Тульской области – не только наша гордость и нашей страны в целом, но это еще и важнейшая точка роста нашего региона. Главное нам есть что предложить. Как пример, проект «Тульская набережная», который значительно шире своего названия. Мы хотим создать обустроенную, комфортную набережную, восстановить историческое русло реки Упы, фактически вернуть реку горожанам. Это как раз тот случай, когда может быть использован механизм государства частного партнерства. И сейчас я вам говорю, что мы уже начали активный поиск инвесторов на реализацию этого проекта. Помимо прочего, строительство набережной станет одним из важных шагов к созданию современной туристической инфраструктуры. Речь идет о комфортных отелях, уникальных, интересных туристических маршрутах, конечно, подбор персонала и многое другое, что задействовано и будет задействовано в этом направлении. В 16-м году, 16-й год стал значимым для тульских музеев. Открыты новые экспозиции. Началось строительство нового комплекса в Ясной Поляне. Появился театральный фестиваль, у которого, я уверен, без сомнения, большое будущее. В ноябре Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании в 20-м году 500-летие возведения Тульского Кремля как начало создания большой защищной черты. В этом году предусмотрено значительное федеральное финансирование на реализацию этого проекта. Кроме того, наша область стала одним из 10 регионов, которые вошли в президентский проект по строительству и модернизации сельских клубов. Нам будет выделено 150 миллионов рублей. Словом, задач много. Интерес к нашему региону растет, и мы все это видим. Так давайте не упускать эту возможность, давайте вместе с вами не сбавлять обороты и только их наращивать. Мы говорим об инвестициях в производство, в коммунальную сферу, в туризм. Но самое важное вложение – это инвестиции в человека, в первую очередь в образование. Оно у нас, можно сказать, на высоком уровне. Наши школы стабильно представлены в топ-500 лучших по России. Вместе с тем, сегодня принципиально важно сформировать образовательную систему, которая будет полностью отвечать требованиям времени, запросам постоянно меняющегося рынка труда и предприятий нашей области. Один из главных путей решения этой задачи – профильное обучение. В начале 2016 года в школах Тульской области работало 349 профильных классов, всего них 423. Это более половины от общего числа классов на старшей ступени. С 1 сентября мы открыли две первых школьных мини-технопарка. В конце ноября начал работу первый Кванториум. В 2017 году вместе с корпорацией Ростех планируем открыть на базе Октавы высшую технологическую школу для подготовки и повышения квалификации инженерно-технических специалистов. Совместно с Агентством стратегических инициатив внедряем региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного региона. Все это шаги по подготовке кадров для промышленности. И с учетом наших с вами амбиций и масштабности данного проекта не только это касается региона нашего, а России в целом. Но ставя глобальные цели, надо помнить о решении бытовых проблем. Нам еще предстоит отремонтировать десятки школ, оснастить их всем необходимым. Кстати, за предыдущие два года области удалось получить всего лишь 26 школьных автобусов, а в нынешнем году уже 71 и 29 на подходе. Я думаю, это своевременно. Кроме того, поручаю правительству проанализировать потребность в новых школьных учреждениях и представить план конкретных мер по их строительству. Да и с детскими садами надо уже наводить порядок и решать вопрос. Более 2,5 тысяч детей в возрасте до 3 лет не обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Поэтому необходимо использовать все возможности по открытию дополнительных мест для наших дошкольников. Не менее важно выявлять и развивать способности детей в самых разных направлениях – инженерно-техническом, гуманитарном, спортивном, художественном. Нужно расширять практику конкурсов и олимпиад, создавать в муниципалитетах центры поддержки талантов, вовлекать детей во внеурочную деятельность и дополнительные образовательные программы. Кстати, в мае 2017 года нам предстоит принять творческую молодежь со всей страны на 25-м юбилейном фестивале «Российская студенческая весна». Кроме того, важно вовлекать талантливых ребят в активную социальную жизнь. Здесь мы связываем большие надежды с созданием клуба «Стобальников». По нашему замыслу это будет юношеский интеллектуальный актив области. Министерству молодежной политики следует рекомендовать этих ребят, которые могут предложить что-то оригинальное, новое в общественные советы при органах исполнительной власти. Ну а наша с вами задача их услышать, их увидеть и взять наружение то, что дети видят своим взглядом. И порой они идут на шаг впереди. Я думаю, что тем самым мы будем формировать и сформируем кадровый резерв нашей области именно из этих талантливых, одаренных детей. Да и вообще в целом, что касается нашей Тульской области, инициативных, энергичных, образованных у нас очень много. Крайне важно задействовать их в нашей работе, развивать механизмы обратной связи с нашими жителями. Власть должна становиться более открытой, а люди иметь больше возможностей участвовать в решении социально значимых проблем и задач, которые у нас есть. Причем как в отдельно взятых муниципальных образованиях, так и по региону в целом. Однако на деле, тоже немного печально, у нас рассмотрение обращений граждан нередко носит формальный характер. И я это признаю. Это непозволительно. Выезжайте на место, разговаривайте с людьми, тщательно разбирайтесь с каждым вопросом и ищите возможность реализации тех вопросов, которые задают вам жители. Безразличие, невнимательность к проблемам жителей недопустимы. Это не просьба, это прямое указание. Подтвержденные сигналы о невнимательности чиновников, игнорировании, о пустых отписках безнаказанными не останутся. Поручаю создать единый график приема встречи с жителями области, членов правительства, сотрудников исполнительной власти, депутатов всех уровней, глав муниципальных образований. Предлагаю также коллегам из территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти присоединиться к этой работе. Все эти меры необходимы для обеспечения гражданской стабильности. Мы все прекрасно знаем, как часто действия одного нерадивого чиновника подрывают доверие к власти в целом. Открытость власти – необходимое условие создания реальной антикоррупционной среды. Кроме того, деятельность гражданского участия – необходимое условие для развития гражданского общества. Исходя из этого, я и внес законопроект об общественном контроле, который предполагает создание института общественных инспекторов. Ими станут активные жители, которые будут помогать нам в выявлении проблем на местах. Также в областную думу уже переданы предложения о внесении изменений в действующий закон об общественной палате. Она будет наделена дополнительными полномочиями по формированию общественных советов, что позволит сделать их состав более представительным и, естественно, работу более эффективной. Необходимо развивать деятельность общественных советов на всех уровнях власти. Они не должны быть декоративными структурами. Их задача – выступать в роли экспертов, а порой и конструктивных оппонентов. Наконец, уже неоднократно отмечал роль муниципальных образований, инициативы с места. Правительство готово расширить возможности местного самоуправления, увеличивая объем их поддержки. Только давайте договоримся так. Больше самостоятельности, больше ответственности с вас и больше требований будем с вас. Разрабатывайте свою локальную программу развития. И обязательно вместе с жителями, в режиме широкого массового обсуждения. Это будет ваша стратегия, куда войдут конкретные меры по привлечению инвесторов, развитию приоритетных отраслей, благоустройства. Мы должны точно знать, чего мы хотим. И самое главное, сколько это стоит. И своевременно подготавливать заявки, проекты и всю необходимую документацию. Лучше и чуть раньше других. Тульская область часто первой реализует новые возможности. Входит в проектные решения на федеральном уровне. Давайте сделаем этой традицией быть во всем и везде первыми. Дорогие друзья, все аспекты, которые мы в своей жизни сталкиваемся в работе, в одном вступлении охватить, конечно, невозможно. Но все это четко прописано в программе развития региона на ближайшие пять лет. Уверен, что 17-й год станет для нашей области не менее продуктивной, чем 16-й. В декабре мы отмечаем 75-летие начала Тульской оборонительной операции. Я поздравляю вас всех с этой датой. Героическое прошлое... Героическое прошлое нашей области мы чтим. И никогда не забудем. Это в наших сердцах. Мы это будем передавать нашим потомкам. А будущее рождается здесь. Сейчас, сегодня, вместе с вами. Хочу поблагодарить всех депутатов всех уровней. Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателей, представителей территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, всех парламентских партий, активистов ОНФ и других общественных организаций. Всех жителей Тульской области. За сотрудничество, за их невернодушие, за проделанную колоссальную вами работу на благо нашего региона, на благо нашей страны. Настало время действовать вместе, действовать сообща. За любыми великими достижениями стоят три шага. Это четкое видение целей, грамотная расстановка сил и добросовестная, ежедневная, кропотливая работа. Задачи нам с вами ясны. Вперед к реализации проектов, к реальным целям. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!